Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко! А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг купить через интернет можно. А сегодня я решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И рассказать, что будет, если кушать по 3 яйца каждый день. Что будет, если кушать яйца каждый день? Полноценное усвоение полезных веществ из куриного яйца как минимум зависит от вашего пола. которые могли заказать и определить до вашего рождения ваши родители. Зависит от вашего возраста, экологических и климатических условий. И для одних правильный ответ на вопрос, что будет, если кушать по 3 яйца каждый день? Это укрепление здоровья на диетическом продукте питания. Для других ответ на вопрос, что будет, если кушать по по 3 яйца каждый день — это бесплатная диагностика в домашних условиях. А для третьих — опасная для здоровья здоровая пища. Если вы досмотрите это видео до конца — вы узнаете свой правильный ответ на этот не очень простой вопрос. Если есть аллергия на куриные яйца, то вы знаете, что будет, если съесть одно яйцо. Аллергическая реакция вплоть до анафилатического шока или отека квинки. Но если у вас нет аллергии на куриные яйца сегодня — это не повод расслабиться. Непереносимость куриных яиц может проявиться, если вы будете кушать яйца без учета возможностей вашей пищеварительной системы и печени. В остальных случаях куриные яйца не имеют абсолютных противопоказаний, а только относительные показания либо противопоказания. Часто рекомендуют съедать по 3 куриных яйца в один прием пищи. И если это взрослый здоровый мужчина — скорее всего такой диетический продукт питания как яйца принесет мужчине пользу. Переваривание и усвоение состоится в полном объеме. А если это молодая не обследованная женщина — очень сомневаюсь, что все полезные вещества будут усвоены. Что будет если съедать по 3 яйца в один прием пищи? Содержащиеся в желтке жиры могут протестировать пищеварительную систему. И такая диагностика в домашних условиях легко выявит дискинезию желчного пузыря или хронический панкреатит или оба диагноза вместе. А бесплатным бонусом добавится еще и дисбактериоз кишечника. Если после употребления куриных яиц усилится вздутие живота, урчание в кишечнике и более легкое очищение кишечника — то диагностика почти стопроцентная. Нужные женщине жирорастворимые витамины А, Е, Д и другие витамины макро- микроэлементы пройдут транзитом пищеварительную систему. А вместе с ними и необходимый мозгу женщины — лецитин, а организму — белок. Умнее и здоровее станут разве что микроорганизмы в кишечнике. И начнется лечение панкреатита, дискинезии желчного пузыря, — дисбактериоза кишечника. Что будет если кушать по 3 яйца каждый день в один прием пищи ребенку? Такое диетическое питание может выявить диспанкреатизм. И произойдет как минимум то же, что и у женщин. Как максимум — послабление и экстремальное очищение кишечника. 2-3 желтка куриных яиц часто используют для того, чтобы провести слепое зондирование желчного пузыря. И в этом случае возможен аналогичный результат вместо полноценного правильного питания для ребенка. Что будет если кушать по 3 яйца каждый день в один прием пищи человеку в возрасте? Жароподобные вещества из желтка достаточно быстро перевариваются. И попадая в кровь повышают уровень холестерина. Резко увеличивается вязкость крови. В результате обострение веитососудистой дистонии по гипертоническому типу или гипертонической болезни. А также обострение ишемической болезни сердца. Как минимум. Инфаркт или инсульт — это уже как максимум. Но этот максимальный бонус может проявиться, если в приеме пищи были не только яйца. Если вы нашли связь между питанием и ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы — ваш выбор, какие действия вы дальше будете совершать. Поэтому полезный совет диетолога — чтобы избежать этих рисков, употребляйте по одному куриному яйцу в один прием пищи. Но! Это не единственная особенность, которую вам нужно знать. Результат, что будет если кушать по 3 яйца каждый день — зависит и от того, как приготовить куриные яйца. Нужные женщине жирорастворимые витамины А, Е, Д, другие витамины, макро- и микроэлементы пройдут транзитом пищеварительную систему. А вместе с ними и необходимый мозгу женщины лецитин, а организму — белок. Умнее и здоровее станут разве что микроорганизмы в кишечнике. И начнется лечение панкреатита, дискинезии желчного пузыря, дисбактериоза кишечника. Если же у молодой женщины есть гормональные нарушения, либо молодой мужчина прошел период рассвета в 25-30 лет — способ приготовления куриных яиц имеет огромное значение! Как и для людей более зрелого возраста! Полезный совет диетолога! Белок должен быть белым, а желток — только жидким! В этом случае лецитин куриного желтка выполняет протекторную функцию. Иными словами — препятствует отложению холестерина на стенках сосудов. Видео «Что будет с сосудами если кушать по 2-3 яйца каждый день?» на моем канале уже есть. И если вы подписчик моего канала — вы легко сможете это видео найти и просмотреть в любое удобное для вас время. Но! Атеросклероз обостриться не у всех! А только у людей в возрасте с явлениями атеросклероза сосудов! И если атеросклероз сосудов уже есть — тогда правильный ответ на вопрос «Что будет если кушать по 3 яйца каждый день?» — это активное развитие атеросклероза в сосудах с теми осложнениями, которые неизменно придут следом. Холестерин легко прикрепляется только к измененным сосудам. Если стенка артерии уже изменена — все становится значительно сложнее. даже если кушать по одному яйцу в один прием пищи, или если кушать по одному яйцу каждый день. А вот если вы моложе и атеросклероз в сосудах пока отсутствует, куриные яйца помогут предупредить атеросклероз. Но! Только при правильном использовании! Желток куриного яйца — прекрасное желчегонное! А печень — главный фильтр по очищению крови от шлаков и токсинов, которые либо накапливаются в желчном пузыре между приемами пищи, либо при застое желчи могут вызвать первичное поражение сосудов. Особенно это важно при проживании в экологически не благополучных условиях. Когда ваша печень над очищением крови работает более напряженно. Поэтому полезный совет диетолога — если вам нравятся куриные яйца — употребляйте по одному яйцу 2-3 раза в день! Если вас застала летняя жара и снизился аппетит — куриные яйца и в этом вам помогут! Они в меньшей степени, чем другие источники животного белка, повышают основной обмен. Иными словами — меньше провоцируют перегревание. И если летом снизился аппетит — куриные яйца помогут поддерживать обмен веществ. Иммунитет поддержать и перегревание не спровоцировать. Особенно это полезно детям и женщинам, для которых летняя жара более опасна. Что будет, если кушать яйца каждый день? Для детей это полноценный диетический продукт, помогающий активно расти и развиваться. Для женщин — прекрасное профилактическое средство, чтобы дискинезия желчного пузыря не имела дальнейшего продолжения. Я имею в виду желчекаменную болезнь — частота которой у женщин в 4 раза выше, чем у мужчин. Особенно у женщин склонны к полноте. А вот если у женщины нет стабильной системы питания — перед тем, как съесть 3 яйца в один прием пищи, нужно сделать УЗИ печени из желчного пузыря. И быть уверены, что все еще есть детский диагноз — дискинезия желчного пузыря. А взрослый диагноз — калькулезный холецистит. Еще отсутствует. Иначе правильный ответ на вопрос «Что будет, если кушать по 3 яйца каждый день при занятиях спортом?» А это не бесполезный орган, помогающий женщине не только быть молодой, но и выглядеть молодо! Что будет, если кушать по 3 яйца каждый день при занятиях спортом? Как спортсмен такую порцию может и не заметить! Ему бы еще с десяток яичных белков! Для увеличения мышечной массы и спортивных результатов! Вот такой внешне простой, но очень непростой диетический продукт под названием куриные яйца! И надеюсь, что свой правильный ответ на вопрос «Что будет, если кушать по 3 яйца каждый день?» Вы услышали! На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих канала словами «Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения!» И пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить лайк на это видео! А я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас! До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа Доктор Скачко» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!